Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега из Краснодара, трейдер и управляющий активами Альберт Бурага. Альберт, приветствуем вас! Добрый день, друзья, коллеги Игорь Николаевич, все слушатели и смотрители Utrade TV. Всех приветствую. В это утро, четверг, замечательный день, как всегда. Да, у нас солнечно в Краснодаре, что, кстати, радует, потому что в последние две недели было вообще непонятно что. Вот, а для нас это не совсем как бы естественно. Ну, ладно, погода – это погода, конечно же. Немножко поговорим с вами, давайте, о рынке. Так, давайте посмотрим рынок Форекс для начала. А, нет, для начала я включу демонстрацию стола. Да, давайте и нагнем рынок Форекс так же, как вы нагнули монитор. Да, только так, иначе никак. Он нам должен. За многие годы работы. Да, да, да. Он не отмажется, это уже точно. Так, а стоп, где моя рисовалка? Сейчас рисовалку свою включу. Ага, замечательно. Так, ну что, друзья, рынок Форекс. Давайте посмотрим пару евро-долларов, да, ну и дальше уже, в общем-то, по нашему списку. Так, значит, это неделя. Значит, первое, что я хотел отметить – недельный уровень отметка 1.1137, который мы смотрим обязательно в понедельник на открытии сессии наблюдаем. И ждем подход цены к этому уровню. Свершилось, в общем-то, в очередной раз, как и на прошлой, позапрошлой, позапрошлой неделе. В общем-то, здесь все уже стандартно, стабильно, уже рутинно фактически. Все работает, все хорошо. То есть это означает, что, в принципе, цена идет в нормальном русле. Вот этот индикатор, он чем хорош? Он показывает не просто нам некий уровень, которому цена должна подойти в течение недели. Он нам еще сигнализирует о том, что рынок находится в стабильности. То есть нету каких-то перекосов, нету неприятных моментов, которые, в общем-то, которые трейдерам нужно будет компенсировать на неделе. Нет, все в порядке. То есть цена идет, подходит к уровню, значит, рынок в порядке. Несмотря на весь новостной фон, все, что, в общем-то, должно было быть на этой неделе, прошло или будет, несмотря на все это, цена идет, в общем-то, ровненько и замечательно. Все. Здесь все нормально. Ну, были у нас небольшие сделочки с пятницы на понедельник. Закрывали мы в плюсе по сигналу индикатора Strike. Во вторник у нас был еще один сигнал по индикатору Strike. Вот красная стрелочка есть, показывающий нам на движение вверх цены. Ну, с небольшим, в общем-то, с небольшой коррекцией вниз, тем не менее, движение вверх состоялось. Но это рынок, это обычное дело. Все в порядке. Сейчас ситуация следующая. С одной стороны мы, конечно же, сходили вверх, с другой стороны уже прошло, в общем-то, три дня. И пора бы нам, в общем-то, эту прибыль фиксировать. Так что кто где стоял, друзья, самое время, пусть даже немножечко, но мы, в общем-то, зафиксируем результат. И пока на этом закроемся. Пусть даже 15 пунктов. Сейчас я жду следующее. Поход цены к нижнему балансовому уровню и, в общем-то, небольшой флэт в этой области. Возможно, отскок вверх. Возможно, отскок вверх. Тоже не исключаю. Вот. Тем более, что ситуация сейчас такая происходит, очень интересная, что евро зависло, в общем-то, у нас есть такая фигура, мы ее рисуем, называем песочные часы. Вот, интересно. Кому, кстати, будет интересно, можете посмотреть видео. У мастерской трейдера есть видеотека. И здесь все видеолекции бесплатно выложены. По индикаторам можете посмотреть. Пока выложены. Так что смотрите бесплатно. А потом может этого не быть. Вот. То есть есть некая зона между отметочками 1.1183 и 1.108018. Широкий достаточно диапазон, но так рынок его определил. Пока смотрим, как цена будет двигаться между этими диапазонами, выстрел за эти границы, в общем-то, приведет к большим-большим трендам. Согласно вот этой вот конструкции. Пока не буду рассказывать, что это такое, что времени отнимать. Вот. На сегодня же просто, просто думаю, что подойдем к нижнему балансовому уровню 1.1137. И здесь будет небольшой флэт с возможным отскоком вверх. Таким локальным, внутридневным, максимум на два дня. Можно будет здесь его ожидать. Вот. К тому же, в общем-то, что у нас еще было интересного? А нет, это уже к теме не относится. Если посмотреть по опционным зонам, среднесрочные наши стратегии, то что мы видим? Зона номер 1 от потрогана. Зона номер 2 ценой тоже потрогана. Сейчас цена находится, в общем-то, в свободном плавании. Немножечко отскочила от нижней зоны. Зона номер 1 прекратила свое существование. Я об этом тоже говорил. Сейчас работает зона номер 2. И поэтому отклонение цены мы смотрим именно от границ опционной зоны номер 2. Пока отклонение небольшое. То есть вполне можем подойти еще вниз, немножечко упасть. И где-то здесь опять-таки перейти во флэт. Все это тоже укладывается в нашу общую стратегию именно по опционным тактикам на рынке Форекс. Вот такой момент. Далее пойдем давайте. Фунт. Фунт у нас в понедельник дал небольшой гэп. Ждали мы движение вниз, потом движение вверх. Ну, примерно до красных балансовых уровней. Ну, так оно все у нас, друзья, и получилось, в принципе. К тому же в понедельник мы получали сигнал по индикатору strike. Здесь трейдеры набирали 60 контрактов. Вот мы видим, это больше положенного объема для получения сигнала. То есть сигнал мы получили на движение вверх. Ну, и потихонечку, медленно-медленно фунтик полез, 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 полез. Все, тоже сигнал у нас был. И мы его, в общем-то, отработали. Да, я, конечно, ждал выше. У нас же есть еще недельный уровень, который не отработан пока. 1.30.91. Ну, понятно, что по фунту, в общем-то, неделька непростая. Тем не менее, у нас сегодня четверг, пятница. Ну, вполне, вполне можем еще добить на этой неделе. Может быть, перейдем через следующую неделю с добоем. Может быть. Но, тем не менее, сигнал есть, он отрабатывается. Кто не хочет ждать, может, в принципе, закрыться. Я бы там говорил, на красном балансе он можно было закрыть, фиксануться там немножко. 58 пунктов. И если потом откатят вниз, еще перезайти. С целью красный недельный уровень, пунктирный. 1.30.91. Сюда пока, в общем-то, все и ждем. Сегодня день, кстати, вот по фунту вообще непредсказуемый. Не знаю, почему. Но трейдеры взяли, в общем-то, перерыв на рынке. Нету ни объемов месячных. 200 контрактов прирост я не вижу. 10-процентные приросты я не вижу, друзья, тоже. Вот тут что-то вот такое намечалось, но это маловато. 91 контракт, набор за вчерашний день, это как-то маловато. Маловато. Вот. Так что, возможно, сегодня флэт. Друзья, сигналов никаких нет. Ну, а как бы локально ждем на отметке 1.30.91. Вот здесь, коллеги. Так, смотрим по зонам опционного равновесия. Одна зона у нас была открыта. В начале опционного периода, пока цена ходит возле нее, возможно, небольшие подскоки вверх, как раз вот, чтобы отработать красный балансовый уровень. Но глобально смотрим вниз на 1.27.33. Пока у нас вот такой расклад, друзья, получается. По фунту. Это глобально. Глобально это значит месяц-два вполне можем отрабатывать данный сигнал. Имейте в виду, что это не вопрос завтрашнего дня. Ни в коем случае. Так, далее. Австралийский доллар смотрим. Австралийский доллар на этой неделе у нас, в общем-то, вне игры. По всем нашим интересным моментам. Ну да, конечно, в понедельник отработали долг по пробитому балансовому уровню. Все, в общем-то, система здесь отработала. Даже в пятницу отлично, все хорошо. Потом легли в боковичок. И никаких сигналов всю неделю у нас не было. И сегодня тоже сигналов у нас нет. Да, были наборы месячных объемов. Но это всего-навсего границы, которые определяли трейдеры на случай каких-то форс-мажоров, выстрелов. В общем, они закладывали себе уровни, где, возможно, будут останавливать цену в случае непредвиденных ситуаций. Но их не случилось. И цена идет в бок. Сегодня тоже по австралиицу ничего интересного нет. Сигналов нет. Цена лежит на красных балансовых уровнях всю неделю. Ну, это понятное дело. Это уровень, который устраивает всех. И продавцов, и покупателей, и опционов, и фьючерсов. В общем-то, все-все-все в одно собрали. Это вот тот самый уровень, где мы сейчас и болтаемся. Индикатор это показывает. Так что можете, в общем-то, на него тоже ориентироваться. 0,69, 0,4. И пока серьезного новостного фона какого-то не будет, никуда мы отсюда не сдвинемся, друзья. Тут даже и не думайте ни о чем. Так, по опционным зонам. Здесь тоже все пока нормально. В прошлом месяце у нас сделочка была отработана. В этом месяце зона определенная в начале опционного периода. Ценой была сразу, в общем-то, отработана. И пока цена держится в пределах этой зоны. Здесь ничего, друзья, у нас не меняется. Все. Так что здесь просто стоим и наблюдаем со стороны. Если будет какое-то отклонение, например, вниз, достаточно сильный бунт, тогда уже по сигналу индикатора SIP или strike, то есть для определения более точного входа, заходить в сторону вот этой опционной зоны. Пока все здесь стабильно. Это хорошо, конечно, с одной стороны. Ну, для тех, кто работает во флете, это хорошо. Для тех, кто любит тренды, это может быть не совсем хорошо. Так, канадский доллар. Переходим к нему. Отработал недельный уровень. Четверг еще. Отлично. Все здорово отработалось. То есть канадец тоже вошел, как говорится, в свое русло. Вернулся и в границу каналах хейджеров. Тоже все отработал на прошлой неделе. Нормально. В пятницу был сигнал у нас по индикатору strike. Там был прирост контрактов. На движение вверх. Ну, пофлетили. Прошло три дня. Я об этом тоже говорил. Закрыли там с небольшим, может быть, плюсиком или при своих. И пока успокоились. Канадский доллар не дает никаких, в общем-то, сигналов на сегодня. Тоже ничего интересного нет. Недельный уровень отработан. 1, 30, 38. Тоже пока все в порядке. Очень интересный был у нас вторник. Вторник. Я ожидал какого-то серьезного движения, потому что заложили трейдеры объемы и сверху, и снизу. То есть, ну, это вот по нашей методике классический такой опционный замок, при котором трейдеры не могут заранее предугадать резкое движение цены. И они делают вот такие вот замки. Но движения не было. Что тоже странно. Я ожидал движения. Ну, ладно. Наверное, у них был какой-то инсайт, руководствуясь которым они хотели себя подстраховать. Ну, ладно. Мы тоже все это дело отследили, но и, в общем-то, были готовы на случай какого-то резкого рывка. На данный момент все пока тихо. Все идет во флете. Ситуация 50 на 50. Хоть туда, хоть туда. Ничего пока заранее предсказать невозможно. Но я и не буду натягивать ежа на глобус. Нет, значит, нет. Нам и так хватает, с чем работать и что разруливать. Так. Опционные зоны смотрим по канадцу. Отметочка 1.31. Пока все еще в работе. Некая зона, которая была определена, опционная зона, в начале периода пока еще ценой не потрогана. Отработана только вторая опционная зона. Была попытка добить до нее вот здесь вот на этой шпильке. Не добили, ушли вниз. Ну, сейчас смотрим. Сейчас смотрим. Ну, и ожидаем на 1.31.41. Вот зоны все еще в работе эти опционные. Они не отменялись. И мы их пока ждем. Хорошо. Франк. Вот Франк нас, честно говоря, напрягает в последнее время очень сильно. Потому что он, с одной стороны, вышел за нижнюю границу канала хейджеров. Вот, выходит. Вот. Пытается вроде как бы отбиваться от балансовых уровней. Видим. Раз. Вот тут вот два. Сейчас вторая попытка. Но что-то пока, в общем-то, результат такой не радующий нас. Ну, ладно. Тем не менее, мы ждем. Мы к этому готовы. Сигналы выходят по индикатору. Страйк. Видим. Вот набор 18 контрактов по Франку. Плюс балансовый уровень. Поэтому, в принципе, ждем флет. Флет. Ну, с уклоном вверх. Недельный уровень, правда, у него уже отработан. 0.97.19. Вот это, честно говоря, не совсем хорошо. Потому что, если бы он был не отработан, мы бы уже имели дополнительный сигнал на движение вверх. А так как он уже отработан, и, в принципе, Франк, по идее, никому ничего не должен на этой неделе. Вот. Это, как говорится, не совсем хорошо. И это переносит наши ожидания на следующую неделю. Там, может быть, на понедельник. Имеется в виду разворот и движение вверх. Ну, ладно. Поживем, увидим. По крайней мере, мы сейчас уже в рынке. Вот. По баевым позициям нам пока этого хватает. Ну, с другой стороны, что, такие же ситуации у Франка были частые. Вот даже перед экспирацией он выскакивал. Потом мы заходили на отбой, пожалуйста, и закрывались на границах каналах хеджеров. Все это, в общем-то, в работе. Так. Хорошо. Посмотрим, что у нас по опционным зонам. Франк по опционным зонам. Ну, что ж. Здесь, в общем-то, наши ожидания оправдались. Была отработана и первая зона. Вот же она, первая зона. Была отработана и вторая зона. Я об этом говорил тоже. Вот цена ее коснулась. И потом уже пошла в этот сектор. Здесь пока все в порядке. И эти зоны пока существует. Новых нет. Новых нет. Поэтому пока смотрим со стороны, что будет происходить. То есть Франк, в общем-то, свою задачу на этот месяц по опционным зонам выполнил. Далее иена. Иена. Иена все-все рвется вверх. Рвется вверх, несмотря ни на что. Ну, хорошо. Значит, остается у нас долг по балансовому уровню. По-прежнему на отметке 108, 655. То есть сюда мы будем возвращаться. Но пока еще рано, я понимаю. До экспирации у нас еще две недели с хвостиком. Вполне хватит. Так что можем легко сходить вот сюда вверх до баланса уровня. И оттуда уже потом будем разворачиваться вниз. Причем потенциал хода здесь очень и очень неплохой. Это примерно сколько? 180 пунктов. Так что подхватить и спокойно заходить вполне можно. Сейчас я вижу, у нас здесь сработал паттерн, так называемый трендовый вход. И пока он нам показывает движение вверх. Ну, я думаю, до отметки 110, 478 мы дойдем. Тем более, что здесь ранее набирался месячный объем, который мы отмечали. И этот уровень является очень интересным и очень сильным. Где цены будут останавливать, а потом уже возможно даже разворачивать. И также у нас еще остался неотработанный недельный уровень, который тоже является сигналом на снижение. Вот оно. 108,942. То есть вот сюда тоже будем ждать цену. Хороший показатель, хороший ориентир. Но пока первое, первостепенно это движение вверх. То, что я вижу по ене. Хорошо. Так, смотрим опционные зоны. Значит, опционные зоны, отметка 108, 616 пока остается. Цена уходит наверх, еще немножко сходит вверх. И оттуда опять-таки будем заходить на отметочку 108, 616. Тоже будет хороший момент для входа. И потенциал здесь тоже получается очень-очень неплохой. Даже уже сейчас 140 пунктов. А я думаю, что мы возьмем там вполне диапазон в 200 пунктов. Но это средний срок, долгосрок, друзья. Тоже не забывайте, пожалуйста. Так, хорошо. По валютам все. Бежимся по другим инструментам. Давайте. Золото, как я уже говорил, находится на очень важном уровне. Очень важном уровне. Значит, ну, с одной стороны, это недельный уровень, который отработан. Вот его уже тестировали. Ниже пока пробиться не может. Немножко жду вверх поход золота на отметочку 15,70. Здесь есть недельный уровень. Вот он. Его нужно отработать, потрогать. Ну, может быть, на этой неделе или на следующей его желательно отработать. Ну, а потом уже будет видно, куда дальше будем двигаться. Пока, в общем-то, по золоту все тихо. Сигнала дополнительных нет. Причем я даже смотрю, что вот нет вливаний в золото. Вот последние вливания были во вторник. Вот здесь вот 1700 контрактов. Трейдеры влили 1800 контрактов. И больше вот 600 контрактов и выше я не вижу. Вот уже второй день. Сегодня, по-моему, тоже. Ну, 589, ну, близко, но все равно не то. Нет, нет активности на золоте, друзья. Вот она у нас и флетит. Когда есть активность, хорошо, нет активности. Ну, все. Так что вот такой у нас расклад по золоту. Так, натуральный газ. Натуральный газ пока, в общем-то, отопчется возле нижней границы канала хеджеров. Ну, это нормально. Вчера долетал до месячного объема 290 контрактов. Это больше, чем 150 нам необходимые. Ну, и здесь, в общем-то, цена отбилась и пока остановилась. Хорошо, ждем небольшого рикошета вверх. Ну, сильно вверх газ пока не пускают. Но, тем не менее, отметочка 257. Я, в общем-то, смотрю эту отметочку сюда. Мы должны будем подойти. Но пока не пускают. Ждем. Ладно. Тем не менее, все балансы уровня отрабатываются. От них отскоки происходят. Ну, или возвраты. Тоже это все будет у нас. Так, WTI давайте посмотрим. Значит, WTI у нас пока сползала вниз. Сползала вниз. После отработки вот этих вот границ с месячными наборами объемов большая активность на данном инструменте, в общем-то, сошла на нет. И потихонечку цена у нас сползала. Куда она сползала, я об этом тоже уже говорил. Она у нас сползала на долговой уровень. Ну, не то чтобы это долговой был, скажем так, это ориентировочный уровень. Вот она, опционной зоны. Вот она была. 57.29. Все. То есть после вот этой шпильки мы ушли вниз на вот эту первую область. И потом мы шли на вторую область. 57.29. Все. То есть кто ждал, кто смотрел мои обзоры, я думаю, тот был в курсе и уже на этом заработал. Здесь зоны полностью отработались. Все. Теперь ждем экспирации по WTI и будем рисовать новые опционные зоны. Так, серебро смотреть не буду. Это уже вам на изучение. Дальше. S&P 500. Тоже ребята спрашивали, что, как происходит. S&P 500. Пока я говорю по балансовым уровням. Видим все горизонтально. Видим, да. Цена потихонечку идет к балансовым уровням, но они не растут. То есть некий потолок у нас отмечен. Примерно 33.41. Вот где трейдеры, где участники рынка видят максимально возможный потолок, скажем, ну, может быть, на эту неделю. Это максимально возможный потолок. Они его не двигают вверх, то есть они не ожидают резкого движения вверх. Скорее всего, может быть, маленький уклончик, маленький, но переходящий во флэт. Вот такой вот. Все. И больше здесь ничего я не вижу. Они, кстати, тоже не видят. Так. NASDAQ смотрим. NASDAQ все еще ползет вверх. Очень интересная будет у нас отработка паттерна 1.31. Это FIBA паттерн, работающий по границам каналах хеджеров. Вот здесь будет какой-то упор. Упор возможности большим рикошетом вниз до границ каналах хеджеров. Смотрите внимательно. Мы вчера это в группе нашей обсуждали. Вот здесь это возможно. По NASDAQ. Так. Да, ну, пока, в общем-то, балансы уровня тоже его держат. Держат, держат, держат. Тоже вверх сильно не задираются. То есть тоже флэт. Вот большой широкий флэт, возможно, здесь. Так, Dow Jones давайте посмотрим. Dow Jones примерно та же самая картина. Вот единственное, мне не нравится вот этот вот канал, который съехал вниз. Я уже тоже об этом говорил. В общем-то, участники рынка, часть средств вывели именно этого актива с этого инструмента. И пока, в общем-то, в него не заводят средства. Вот. Ну и он потихоньку перешел вот в такой флэт. Переходит в флэт. Балансовые уровни, видимо, очень низко находятся. Поэтому пока ожидается у нас флэт. Снижение вниз, долго низ канала хеджеров возможно. Но все-таки ожидаю. Для того, чтобы это было видно, нужно, чтобы балансовые уровни немножечко съехали вниз. Тогда это будет уже видно. Так, хорошо. Значит, в этом терминале я посмотрел. Давайте посмотрим наш российский рынок. Так, ну, там на самом деле особо смотреть нечего, потому что у нас сегодня экспирации. Сегодня-завтра по нашим основным инструментам, по которым мы, в общем-то, и работаем. По индексу РТС у нас экспирация сегодня, 16-го. Вот я говорил уже, что я по российскому рынку не работал в январе. Весь этот период опционный я не работал, потому что там было непонятно, что происходит. По крайней мере, с моей точки зрения, с моей колокольни. Вот поэтому, да, я следил обязательно за ситуацией, но по рынку не работал. Вот сейчас уже подошло время нового опционного контракта. Посмотрим, нарисуют завтра уровни у нас. Посмотрим, где будут границы канала хеджеров, если они будут хорошие и широкие. Все отлично, можно будет уже работать. Вот то же самое касается и Газпрома. У него тоже экспирация сегодня-завтра. Вот то же самое у нас идет. И по Сбербанку. Вот причем по Сбербанку у нас, ну, в принципе, цена касалась границ канала хеджеров в последний день. Так что, в общем-то, долгов здесь остаться не должно. Но, тем не менее, в общем-то, буду смотреть, что у нас будет завтра. Как будет рисоваться границ канала хеджеров и как будет себя вести цена. Ну, в любом случае, не раньше понедельника я к этому рынку вернусь, к этому инструменту. Сишка – то же самое, тоже экспирация. Вот как-то так получается, что у меня четверг эфир, и в четверг попадаем на экспирацию раз в месяц стабильно попадаем на экспирацию. И, в общем-то, рассказывать особо нечего. Вот. Непонятная была ситуация по Сишке весь месяц. Суженные границы канала как-то себя странно вели. Но, в общем-то, цена, конечно же, более-менее ходила в границах канала. Видим, да, это даже реакция была и на балансовые уровни. Вот тут вот на верхнюю границ канала хеджеров. Цена, в общем-то, была. Понятное дело, что связь все равно осталась. Вот. Но она была, в общем-то, очень-очень такой слабой. В любой момент могла цена улететь куда угодно, вверх или вниз. И это было неконтролируемо и непредсказуемо. Поэтому я тоже по Сишке не работал целый месяц. Вот. Единственное, под чем я работал и что, в общем-то, было интересно – это нефть. Нефть, да, потихоньку работает. Давайте посмотрим нефть, бренд, через нашу московскую биржу, что у нас здесь есть, друзья. Итак, значит, на сегодня, в принципе, я вижу, что у нас сигналов никаких нет особых. Последний сигнал по FUP-индексу отработал вниз, цена сходила вниз. Напоминаю, что стрелочки у нас есть предварительные, которые рисуются до 10 утра, до открытия сессии, и которые уже рисуются после 10 утра на самой сессии. Вот те, которые рисуются во второй раз, они являются на самом деле действительными. Те, которые рисуются до 10 утра – это, скажем так, это прогнозные показатели. По ним ориентироваться можно и нужно, но принимать именно торговые решения по ним не стоит предварительно. Лучше дождаться окончания уже 10 утра, открытия сессии, и тогда уже работать, потому что эти стрелки являются уже основными. В общем, на сегодня, как я говорил, у нас день под вопросом. Если сходим вверх, отличный вот здесь вот есть паттерн у нас, так называемый дуплет, два уровня рядом, и нижний балансовый на достаточно большом удалении. Соответственно, мы будем ожидать отскок вниз, ну, как минимум, пунктов на 100, я думаю, где-то так. Так что здесь имеет смысл поставить отложник на отметке 65-61. Примерно где-то вот здесь у вас это все, друзья, и получится. Вот. Так что по российскому рынку пока вот такая ситуация, что есть, то и есть. Вот. Но радует, что на этой неделе пришла хорошая новость, кстати, по биткоину. Я, вообще, за биткоином как-то пытался несколько раз к нему подходить, пытался его анализировать со своей торговой системы, не получалось. Потому что не было опционной торговли, теперь она у нас уже появилась. Пошли первые торги, я уже за этим делом слежу на сайте ЦМЕ. Торги идут, наборы идут. Так что я думаю, скоро мы запустим индикатор. Ну, пусть первый месяц пока сначала там поторгуют, наберут объемы, определятся со страйками, со всем остальным. Все это дело, в общем-то, устаканят. И с следующего месяца, я думаю, мы запустим индикатор уже опционный, вот такой по битку. Вот, и будем набирать уже историю. Как наберем историю месяца три, можно будет уже даже начинать работать. Вот, так что новость хорошая, мне она очень, в общем-то, понравилась. Наконец-таки мы теперь подберемся и к этому инструменту, потому что, ну, часто спрашивают, когда же, когда же, когда же. Ну, вот, есть такая хорошая у нас, такая хорошая новость для любителей биткоина. Спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего сторона. Ну что, Альберт, вам можно переходить, работать в счетную палату, потому что это блестяще, определяете недостачу контрактов по фунту. Вот, так что, нету контрактов. Где контракт? Должны быть контракты по фунту, а всего 91. Да что же это такое? Куда же делать? Ну, там был Новый год, понятное дело. Ну, сейчас, может быть, они раскачаются уже, пойдут, в второй половине января. Ну, кто их знает? Я понял вас ясненько. Спасибо большое, Альберт, вам за ваш обзор. А мой вопрос по доллару, глобально, стратегически, что сборит? Обострение ситуации на Ближнем Востоке или, то есть, доллар наверх, или проблемы Дональда Трампа с импичментом, доллар вниз. Как вы на это смотрите и думаете ли вы об этом вообще? Ну, что касается прогнозов по доллару, по Трампу там все понятно, это цирк в любом случае. Вот, и тут больше, может быть, даже скажется на долларе не то, что там импичмент или что-то еще, а то, что Трамп будет высказывать по этому поводу, потому что больше торгуют Трампа, чем какие-то там другие новости на самом деле. Вот, ну, куда пойдет, посмотрим. Нам-то, что, как говорится, мы идем за рынком, пускай они там порешают на бирже, посмотрят, контракторы разложат, а мы посмотрим, куда они хотят идти, уже пойдем за ними. Не люблю я сильно прогнозировать, на самом деле, Игорь Николаевич, потому что, ну, обломы случаются, бывает неприятно. Думаешь, вот так вот уже все отлично складывается, спрогнозировал, пошло, вот тебе раз что-то вышло, и не получается. Вот просто не хочется, как говорится, обламываться на таких вот прогнозах. И людей может чем-то заблуждать, тоже давать какие-то прогнозы. Вот, получится так, пойдем так. Не получится, ну, пойдем по-другому. У нас всегда есть, как минимум, два варианта. Применим либо тот вариант, применим либо другой вариант. Главное, чтобы варианты были заранее, и чтобы вы не метались по комнате в панике. А, что пошло не так, куда, что полетело, я этого не предвидел. Вот это плохая ситуация. Это и нервы, это, в общем-то, и ложные сделки, это и убытки и так далее. Разложите по полочкам. Вы не знаете, куда пойдет рынок. Сделайте два-три варианта. Там так будем действовать. При такой ситуации так будем действовать. Разложите, а распишите у себя. У вас у каждого должен быть дневник трейдера, как минимум, такая вот амбарная книга большая, где ваши мысли изложены на бумаге. Это хорошо помогает, друзья. На самом деле, некоторые могут смеяться над этим, могут не смеяться, в общем-то, но реально помогает на самом деле. Ясненько, понял вас. Ну, а, то есть, получается, вы для себя какие-то прогнозы делаете, но не озвучиваете, скажем так, чтобы не выглядеть, если, ну, нехорошо, если вдруг что. Ну, конечно, зачем потом оправдываться или говорить, а, не сработало, потому что вот это, вот это. Ну, можно так, конечно, но если работаете на публику, да, тогда нужно делать прогнозы красивые, такие серьезные, потом уметь их опровергнуть, опять-таки, красиво, серьезно, чтобы никто ничего не подумал. Ну, мы же трейдеры, у нас же все должно быть достаточно просто, четко и понятно. Так, значит, так. Идем вверх, хорошо, от этого уровня идем вверх. Идем вниз, от этого уровня при таком-то сигнале идем вниз. Все четко, понятно, все расписано. Иначе это будет, ну, трата времени, нервов и всего остального. Вот. Ясненько, понял вас, хорошо. Спасибо большое, Альберт, вам за вашу точку зрения на эту проблему. Вам хорошего дня, спасибо за обзор, удачной торговли сегодня. Спасибо большое, Игорь Николаевич, спасибо большое, коллеги, хорошего вам дня, всего доброго. Спасибо, до свидания.